В 2014 году Свято-Екатерининскому собору в Судокде исполняется 200 лет. К этому юбилею приручено освящение нового предела в честь великомученицы Екатерины. Это событие главное в новейшей истории храма. 20 священников во главе с митрополитом Евлогием осветили новый престол в честь святой Екатерины. Торжества совпали с престольным праздником Судокде. В советский период храм дважды пытались взорвать. В той же части, что уцелел и разместился дом культуры. Разрушенную святыню в 90-е годы передали прихожанам. Бывший ДК достался приходу в удручающем состоянии с протекающей крышей и размороженной системой отопления. Я увидел, произвело меня гнетущее впечатление, что все было в земле практически до потолка. Было набросано ведра, строительный мусор, доски. Летом это было и там лежал практически снег. Я понимаю, это феноменально. Освящение нового предела приурочено к 235-летнему юбилею города. В 1778 императрица Екатерина II подписала указ о присвоении Судогодской слободе статуса города. А в 1814 в честь этого события на главной Екатерининской улице был возведен огромный собор в честь святой Екатерины. Разрушенный храм восстанавливали 17 лет. Святыня возродилась благодаря усилиям многих людей. Архитекторов, иконописцев, резчиков по дереву, плиточников, электриков, штукатуров. На субботниках по расчистке территории активно работали все прихожане и городские власти. Огромный труд по восстановлению собора был отмечен русской православной церковью, патриархом и митрополитом. Медаль Андрея Боголюбского вручена протоиерею Георгию. Патриарх Георгий, пород, стоять, покачить, и предупреждать, иди, акси гост. Архиерейскими грамотами и благодарственными письмами митрополита Евлоги наградили многочисленных попечителей храма. Откуда-то, словно пришло новое дыхание. Исполнилась какая-то мера вещей, мера молитв, просьб. Господь своей милостью дал возможность восстанавливать этот храм. Никто не видит, сколько за этим труда, взаимодействия людей. И я смотрю, что несмотря на то, что блага не сыпятся из рога и забили, все равно потихонечку все работает. И потихонечку я вижу, что и администрация, и город, они стали помогать, активно помогать. Почивать на лаврах не будем, да и некогда, говорит отец Георгий. Впереди ремонт трех классов для воскресной школы, строительства конференц-зала и большой звонницы. Есть возможность тем людям, которые считают себя христианами, быть настоящими христианами. Он труженик о себе. Он труженик над собой. И вот этих трудов над собой, над своим собственным внутренним человеком, я бы хотел всем пожелать. И чтобы храм был главным помощником им в этом. На встречу большому юбилею уже в 2014-м знаменитый святый Екатерининский храм отметит свое 200-летие. На него пригласят силы, благодаря кому храм получил второе рождение. Мария Блатанюк, Ирина Благонравова, Вести, Владимир.